здравствуйте рада всех приветствовать на своем канале сегодня я буду шить блок под названием ананас некоторые мастера называют этот блок шишка также кроме того что у этого блока существует несколько названий этот блок шьется несколькими способами сегодня я вам покажу тот способ который я больше всего люблю и мне кажется он самым простым для этого я взяла ткань у меня всего два вида то есть простите два цвета ткани ткань это все бязь вот такая салатовая и серая длина полос не имеет значения самое главное что была одинаковая ширина у меня полоски шириной по два с половиной сантиметра я буду шить по основе за основу я взяла салфетку я уже очень часто говорю про эти салфетки в комментариях мне все-таки задают вопрос что это за салфетки девочки это вот такие салфетки для уборки по дому наших магазинах они продаются не знаю как ваших у нее очень хороший размер и это очень плотная целлюлоза очень плотная под утюгом она совершенно не плавится мне нравится на ней работать можно конечно этот блок шить и по бумаге но я делать буду по салфетке так как мне нужна плотность этого блока в общем я убиваю двух зайцев и так начинаю я взяла квадрат размером 18 на 18 такой блок можно шить и прямоугольный тут уже как вам заблагорассудится затем для удобства я всегда провожу диагонали чтобы найти середину но и потом эти диагонали мне помогают в дальнейшем и пошиве блок 1 диагональ 2 диагональ сложность будет только в первых двух ярусов в блоке крученый колодец потом все уже идет само по себе стоит только начать взяла маленький квадратик он у меня размером 4 на 4 сантиметра это будет центр прикладываю совмещаю уголки посмотрите каждый уголок моего квадрата лежит на диагонали тем самым я понимаю что квадрат мой находится по центру это очень удобно работать с такими диагональными все на булавочку его приколола чтобы никуда у меня не убежала затем я беру полоски ткани начинаю с салатовый и моя задача состоит в том чтобы мне обшить этот квадрат прикладываем можно сразу же срезать лишнюю здесь ничего страшного нет обшиваем этот квадратик сделала складывай смотреть срез со срезом это у меня дырочки я обрезала кромку и делаю шов на машинке сколько отступать от края смотрите сами я делаю примерно 0 5 сантиметров отгибаю надо конечно проутюжить но я этого делать не буду я все так хорошо у меня ложится затем беру другой кусочек ткани и делаю это с противоположной стороны закрепки я не делаю они мне потом не пригодятся потому что каждым следующим лоску . меня буду закреплять предыдущие две полосы я пришила теперь осталось пришить еще две полосы с этой стороны и с этой стороны я отрезала небольшой кусочек полосы мне нужно только перекрыть серую ткань и немножко сделать внахлёст на ткань салатового цвета не как в блоке колодец когда мы полностью перекрывали нет здесь я перекрываю только серый цвет и немножко захожу на салатовый это я вам говорю для того чтобы ориентироваться сразу по размеру полос чтобы не вырезать лишнюю ткань и не тратить ее хотя остатки нам тоже всегда пригодятся на пиццу отгибаю видите на самое главное вот здесь уголки захвачены то что здесь у меня идет нехватка ткани так и нужно переворачиваю и делаю то же самое прикладываю смотрю только для того чтобы перекрыть и сразу отрезаю тот размер который мне нужен это чтобы не таскать свою ленту на машинку можно не обрезать можно обрезать сразу под машинкой ну вот я делаю так прошила отрезаю нить отгибаю ткань булавочка мне уже не нужно но не убираю и далеко возможно вам еще пригодится итак посмотрите первые ярус я полностью сделала теперь я буду работать полосой серого цвета как пришить полоску серого цвета вот здесь я хочу дать рекомендации именно для новичков я возьму линейку ширину своей линейки я не знаю прикладываю ее один край диагонали которую прочертила до этого и просто делаю вот такие параллельные полосы можно этого не делать это вообще такая знаете помощь для новичков чтобы не уйти с диагонали я вам попозже покажу вы поймете почему я это делаю сейчас я пока расчерчу эти линии можно делать более чаще можно делать реже я вы делаю на ширину линейки итак полосы в помощь себе начертила дальше перекладываю работу вот таким образом беру полосу серой ткани и как я ее пришиваю я как раз вот ориентируюсь на эти полоски и вот на эту вершинку треугольника я прикладываю ткань чтобы срез был четко смещен у меня с вершиной этого треугольника и просто ориентирую что срез моей ткани должен лежать параллельно каждой полосы это вот у меня сейчас получилось что практически одинаково нет может быть это и вот таким образом просто я ориентируюсь что это у меня лежит не так видите это не параллельно а именно параллельно так складываю прямо делаю срез на верхушку треугольника смотрите обрезаем лишнюю ткань вот здесь я возьму в помощь себе булавочку потому что вот эти первых два яруса надо сделать очень ровно очень четко чтоб затем было проще работать два яруса очень важны прошиваю на машинке лишние нити убираю булавочку отгибают ткань вот таким образом у меня это все получилось затем беру следующий кусочек можно делать это по кругу можно делать это сначала противоположные стороны тут уже смотрите как вам и так опять прикладываю к вершинке треугольничка срез прямо четко чтобы меня было но и ориентируюсь по своим линиям диагональным чтобы все было ровно прикладываем чтобы все было ровно закреплю булавочкой и прокладываю строчку отгибаю можно сразу срезать вот здесь лишнюю ткань сначала ее будет много потом вот эти срезы будут меньше если не желаете можно этого не делать иногда я это делаю иногда нет вот такие обрезочки ткани я тоже коплю и потом делаю пиццу из очень мелких кусочков и так теперь делаю противоположные стороны продолжаю все то же самое смотрите здесь у меня нет линии можем начертить их можно их и не чертить прикладываю срез прямо с верхушкой треугольничка скалываю на булавочку и прокладываем строчку отгибаю ткань брала булавочку беру другой кусочек ткани и делаю тот же самый способ ткань тоже делаю чуть получше для экономии мне не обязательно перекрывать эти серые полоски то есть их вообще перекрывать нельзя единственное что вот с этим треугольничком надо быть очень четко чтоб работа потом не съехала по центру такое может быть сейчас я здесь срежу лишнюю ткань немножко можно подпороть потом процессе вот этой лишней ткани будет меньше процессе пошива блока так как я не делаю закрепочки у меня здесь распускается все просто нужно вот так вот потянуть и шов расходится поэтому лучше конечно делать без закрепочек все первые два яруса у меня готова теперь я опять беру ткань салатового цвета продолжу эту полоску и прикладываю ее тоже на вершинку предыдущего треугольничка вот так перекрывать мне полностью серый цвет не надо срезаем лишнее еще раз выравниваю и вот здесь я могу ориентироваться тоже по предыдущей полосе посмотрите у меня здесь ровная линия и вот этот срез я делаю тоже параллельно то есть ориентируюсь и на верхушечку треугольничка и на эту ткань срез параллельно предыдущему ярусу скалываю на иголочку делаю шов на машинке дальше я наверно просто пойду сшить этот блок а вы будете если вам интересно смотреть озвучивать я ничего не буду потому что мне кажется уже все понятно и доступно я вам спасибо за внимание и 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 Спасибо. 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 Продолжаю работать над блоком, мне надо сшить таких 4 блока. Так, все то же самое, чем ближе к краю заготовки, тем проще сшить. Обрезаю лишние нити, обрезаю лишнюю ткань, я уже работаю длинными полосками, на иголочку уже не прикрепляю, у меня еще, складываю уже, смотрите, срез ткани со срезом предыдущей полосы, я уже не ориентируюсь по верхушкам треугольничков, которые были в первых двух ярусах, нет, теперь уже можно ориентироваться по срезу, потому что блок у нас расширяется, соответственно, эти треугольнички, но это не треугольнички, это трапеция, она тоже расширяется, и уже верхушек может не получаться, но по крайней мере, у меня не получается, поэтому я сейчас ориентируюсь только по срезу, складываю срез со срезом, смотрите, обрезаю лишние нити, обрезаю лишнюю ткань, отворачиваю, эти кусочки можно срезать, можно не срезать, как и говорила ранее, беру еще одну полоску ткани и теперь складываю уже срез со срезом, смотрите, срез к срезу и прошиваю на машине, обрезаю лишнюю нить, обрезаю лишнюю ткань, отгибаю полоску, беру следующую полоску, так не хватит, у меня есть подлиннее, соединяю уже срез со срезом, сразу же отрежу лишнее, полоса очень длинная, еще раз соединяю срез со срезом и прокладываю строчку на машинке, работу над блоком я полностью закончила, вот так он у меня выглядит, выравнивать его не стала, так как это у меня не просто блок, это у меня будет изделие, состоящее из таких блоков, я их уже начала сшить, единственное, что первые блоки я выравнивала, зря конечно я это сделала, надо будет выравнивать только тогда, когда соединяешь все блоки, но ничего страшного, мне еще надо несколько таких блоков и выравнивать я их буду потом, я надеюсь вам было понятно, как сшить такой блок, еще раз повторяю, сначала мы ориентируемся по вершинкам треугольничков, потом чем работа ближе идет к краю, тем эти треугольнички становятся вершинки шире и практически они потом исчезают и мы ориентируемся уже по полосе ткани, почему я и говорила, что сложность шьется с первые ярусы, внутренние, потом шьется намного легче и ориентироваться становится проще, в общем вот такой простой я хочу сказать, но достаточно симпатичный получился блок, ну а на этом я с вами попрощаюсь, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, если не понравилось, ставьте дизлайк, подпишитесь на мой канал, чтобы увидеть, что я буду делать дальше, обязательно еще вам покажу другие способы пошива этого блока, но этот способ мне нравится больше всех, пока-пока, до встречи на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok